Солнышко В последние дни даже в темной лесной чаще струится золотой поток света, и листья рябинки горят яркими фонариками. Первыми в золото осень наряжает ясени, но мы замечаем приход золотой осени, когда она зажигает клены. Их пышные кроны становятся золотыми, и одна за другой вспыхивают яркими пятнами в зеленых аллеях. Золото кленов богато оттенками. Посмотрите, как искусно постаралась осень. В этих листьях золото темное, а в этих будто играют яркие солнечные зайчики, словно волшебница осень собрала все золотые солнечные лучики и теперь зажгла их в осенних листьях. С верхушек начинают редеть пышные кленовые кроны, устилая золотым ковром землю. Крона вяза не такая густая, как у клена, но зато более яркая. Осень решила выкрасить его листья всего одной краской. И у вязов золотая листва редеет с каждым днем, обнажая голые веточки. В эту пору можно увидеть огромное дерево с удивительной красной кроной. Наверное, осень приберегла оставшуюся алую краску именно для этого богатыря. Это дуб северный, который в народе за свое осеннее убранство называют красным. Хоть края его листьев резные, но их овал такой же, как у листьев дуба. А в листве на верхних ветвях прячутся круглые желуди. Заканчивается праздник золотого убранства, когда золотистыми становятся березки. Белоствольные красавицы самыми последними облачаются в солнечный наряд. Золото – прощальная краска осени. И этой краской осень метит листья, которым скоро пора облетать. И вправду, позолоченные осенью листья долго не держатся и осыпаются золотым дождем. Золотая осень уходит в другие края, и настает пора листопада. И лишь последние золотые пряди берез будут долго напоминать нам об удивительном празднике солнечного света и синего неба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok